Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам новый аксессуар, который мы будем с вами применять в работе. Вам уже хорошо известен алюминиевый молоток, который мы ранее применяли. Но это несколько новая идея. Она впитала в себя все то хорошее, что мы видели с вами раньше, и у ней появился более широкий спектр применения. В частности, во-первых, мы можем использовать тот пробойник, который мы с вами раньше использовали, гораздо шире. Во-первых, мы можем использовать отдельные его элементы. То есть использовать, допустим, вот эту вот головку бою в качестве насадки на инструмент. Ну и, соответственно, отдельно использовать насадки, как и ранее, для работы. То есть тоже на инструменте. Ну это, в принципе, мы с вами такую возможность имели и ранее. Отдельно. То есть мы его с вами можем использовать отдельно, если это нам требуется. Причем в любых комбинациях. То есть как в комбинации с таропластовым окончанием, так и в комбинации для пробития краунов, или же для пробития наколов. То есть в любой комбинации мы можем его с вами использовать. То есть он у нас готов к работе. Значит, единственное, что мы здесь привнесли еще дополнительно. Ну, во-первых, возможность использования второй секции. То есть уже теперь у нас не два молотка, как раньше, разной длины, да, а один молоток двусоставной. То есть мы в любой момент можем с вами удлинить его посредством вот второй секции. Да, что делает его более широко применимым в тех случаях, когда это нам необходимо. То есть мы можем его с вами гораздо шире применять, если такая необходимость у нас с вами существует. То есть все. И мы с вами имеем достаточно длинный молоток для работы в каких-то труднодоступных местах или на дальних дистанциях. Вот. Ну и, соответственно, когда вторая секция нам не нужна, когда мы работаем с вами стандартным молотком, мы ее с вами снимаем и работаем, значит, как обычно одной секцией. Вот. Значит, баек мы оснастили кожей. Это тоже дополнительное удобство создает для этого молотка. Он работает очень удобно, мягко. Ну и вы уже видели, значит, работу этого молотка в системе быстрого подъема. То есть там он показал себя очень хорошо при поднятии острых и рубцеобразных мятин. Значит, достаточно высоко он с ними справляется. Вот. Ну, соответственно, широкий спектр применения этого девайса, я думаю, даст ему возможность быть широко применимым. То есть он вам, я думаю, понравится. Так как спектр применения его достаточно высок. Ну, пробойник при желании, да, можно использовать отдельно. Значит, можно использовать отдельно как аксессуар. Можно использовать отдельно как инструмент. То есть это уже все плод вашей фантазии. Вы можете использовать пробойник, значит, для работы на коротких дистанциях, если это вам, значит, будет необходимо, да. То есть как инструмент можете его использовать. Ну и, соответственно, как пробойник, значит, в отдельности. Все это делает его широко применимым. Такой вот аксессуар. Такой вот. Продолжение следует...